Привет, я Евгений Розионов. Я говорю про разработку и культуру работы. Тема сегодняшнего выпуска – «Где работать?». Друзья, вы дали много фидбэка по прошлому видео. Я очень рад, что оно вам понравилось и я постараюсь не держать руки за спиной. Итак, запомните, работа – это партнерство. Специалисты приносят пользу компании, выручку, репутацию и прочее. А компания приносит пользу специалистам – оклад, интересные задачи и рост. Поэтому первое, чего нужно избегать – это отношений хозяин-раб. Никто не вправе говорить «я тебе плачу деньги», поэтому я прав, потому что вы и зарабатываете деньги компания. С другой стороны, наглеть тоже не стоит. Шантажировать компанию своим присутствием и уникальным положением не стоит. Репутация важнее, а земля круглая и маленькая. Следующее, что я хочу сказать специалистам – на работе вы проводите большую часть своей жизни. 8 часов плюс-минус. Поэтому вопрос – стоит ли разменивать свою жизнь на унылую работу, где 7 часов из 8 вы будете смотреть сериалы, либо у кулера обсуждать какой начальник мудак. Ради чего? Зачем? Окей, как построить хороший отдел разработки? На самом деле, в этом нет ничего сверхъестественного. Первое, от чего нужно избавиться – это от совкового мышления, и детского инфантилизма. Никому не нужны бесплатные печеньки, так же, как и никому не нужны личные массажистки и бесплатная столовая со стейками из красного мяса. Кальян в офисе – тоже от лукавого. Людям достаточно двух вещей – нормального рабочего места, стол, стул и компьютер, который подходит под задачи, и который выбрал сам специалист, а не бухгалтер, который косит под финдира. И интересные задачи, либо самостоятельность. Как построить самостоятельность через Agile или Scrum? Мы будем говорить в следующих выпусках. Все. Посмотрите на команду Дурова. Маленькой командой они делают крутейший мессенджер. И что-то я не вижу у них на HeadHunter вакансии с бесплатными плюшками в виде дешевого печенья из Dixie. Бесплатно. И, конечно же, платите своим сотрудникам нормально. Нет никакого смысла устраивать огромную текучку ради небольшой экономии на фонде оплаты труда. Пускай ваши специалисты сами зарабатывают на массажисток и массажистов. Теперь для специалистов. Где работать? У нас есть выбор из аутсорс-компаний, корпораций, стартапов и малого либо среднего бизнеса. Первое. Аутсорс-компания. Аутсорс убивает самостоятельность. Быстро сделал проект, сдал, получил деньги, забыл, перешел к следующему. При таком подходе человек не делает круто, ему нечем гордиться. Работа превращается в процесс, а не результат. Второе. Корпорации. Подумайте 10 раз прежде, чем идти в корпорации. Потому что в корпорациях существует 200 кругов согласования, дизайна, кнопки. Можно неплохо прокачаться в политике, но зачем оно вам надо? В корпорациях огромная проблема с тем, что каждый менеджер сбрасывает ответственность на другого менеджера, потому что в офисе есть плюшки и нет смысла работать. И так все хорошо. Оно вам надо ради строчки в резюме? Что вам надо с этой строчкой в резюме? Когда у вас спросят, слушай, а чем ты занимался? Вот здесь ты проработал полгода. А вы ответите, ну полгода я 10 кнопок делал на сайте Mail.ru, на главной странице, между прочим. Когда человек, который проработал даже в аутсорсе, сможет рассказать о своем продакшн опыте. Конечно же, корпорации это не однозначный признак, что все плохо. На одном этаже могут быть несколько команд, которые по духу кардинально отличаются друг от друга. Третье. Стартапы. Подумайте 100 раз, прежде чем пойти в стартапы. Владислав Козуля в своем телеграм-канале очень хорошо об этом рассказывал. Спросите три вопроса. Первый. Кто оплачивает банкет? Хорошо, если это иностранная компания с иностранным капиталом на раунде А или Б. В таком случае не стыдно вместо повышения брать опцион, потому что после его продажи вы можете получить намного больше. Отечественные фонды дают меньше и на более жестких условиях. Опцион тут не сработает. Процент от нуля равен нулю. И если же предприятие на свои личные деньги спонсирует дядя Вася из соседнего подъезда, нужно сразу бежать. Скорее всего основатель компании уже отдали ему 51% компании и являются учредителями номинально. Как только вашего инвестора перестанут удовлетворять результаты, вашу шарашку очень быстро разгонят. И всем будет плевать, что вы последний месяц спали по два часа в сутки готовить к релизу. К слову, покупка условным Яндексом может закончиться тем же самым. Покупка конкурента стартапа, чтобы его убить. Популярная практика. Второй вопрос, который нужно задать. Сколько у вас денег? Когда вам говорят, наша компания оценивается в миллион долларов. Сделайте математику. Миллион долларов это 100%. Если инвестор купил 10%, то он вложил 100 тысяч долларов. 6 миллионов рублей на данный момент это не так уж и плохо, но годится только для маленькой команды. Второе, что нужно учесть, это то, что деньги выделяются траншами. Деньги на счет компании будут поступать частями за выполненные KPI. Но может случиться так, что инвестор прекратит давать деньги, потому что у него могут быть личные проблемы, либо потому что KPI не выполнили и опять банкротство. Поэтому имеют смысл только те деньги, которые на счету. Третий вопрос. Сколько вы тратите? Предположим, у компании хороший инвестор, который дал много денег под маленький процент. Но, к сожалению, даже в таком случае проект может загнуться, потому что основатели плохо посчитали бюджет. Вы когда-нибудь попадали в кассовый разрыв? Целый месяц ждали, пока вам заплатят. Это и есть плохое планирование. На бизнес-тренингах очень часто рассказывают о том, как спланировать бюджет и не оказаться в минусе. Но стартаперы игнорируют эту часть. По опыту Владислава, золотой промежуток это полгода. Ровно полгода хватает на то, чтобы компания оказалась в минусе. Влад говорит о том, что он постоянно наблюдает за тем, как основатели, невзирая на знаки судьбы и на дефицит бюджета, продолжали тянуть проект на дно. Раз за разом, каждые полгода, пока команда работает бесплатно. Но им есть что терять. Ведь когда предприятие окончательно сдохнет, вас выкинут на улицу без какой-либо компенсации. Поэтому, если есть кассовый разрыв, подходите и жестко спрашивайте, что будет делать менеджмент для того, чтобы этого не повторилось и как можно быстрее исправилось. Не верьте, что сделки задерживаются, еще что-то. Проблемы системные. И поэтому все может сдохнуть. Поэтому, прежде чем поучаствовать в чьей-то авантюре, задайте им эти три вопроса. Они не спасут от банкротства, потому что этим больны даже большие предприятия. Но они смогут отсеять наиболее неадекватных. Окей, с аутсорсом понятно, с корпорациями понятно, со стартапами понятно. Но ведь тогда ничего не остается. Не совсем. Правило простое. Нужно работать в амбициозных командах, чей продукт приносит прибыль. Возможно, у таких ребят очень большой хаос. У них не самые лучшие процессы разработки. Может быть, у них даже не так много денег. Но если вы в них видите желание сделать круто, если у них есть деньги, которые им приносит бизнес, компания, идите к ним. Возможно, вам придется заниматься там не только разработкой. Но за полгода вы научитесь многому, и это все окупится столицей. Вопрос денег перестанет вас волновать, потому что у вас будет очень много опыта. В общем, ищите компании с духом стартапа, но с надежностью корпораций. Расскажите в комментариях про свой опыт. Может быть, вы построили компанию, которая отличается от моих типажей. Или, может, вы работали в таких. Или, может, вы хотите поработать в корпорациях. Либо у вас привлекает аутсорс. Может быть, вы рискнули бы в стартапе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Каждый понедельник и четверг в 8 вечера. Не пропустите новые видео. И не забывайте писать комментарии, о чем еще нам стоит поговорить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...